Михаил и Аделина вместе уже пять лет. Они познакомились в социальных сетях и после первой встречи не расставались. В этом году молодая пара решила узаконить отношения. Дата свадьбы была выбрана не случайно. Эту дату мы выбрали в преддверии дня семьи, июль, всё-таки жаркий месяц, чтобы хорошо отдохнуть всем. Сегодня к нам на торжество придут наши друзья, родители, самые близкие нам люди, родные, и будем встречать наш праздник. Создание семьи самое важное. На что обращаете внимание? Забота. Ну, первое, да, забота. Уважение друг к другу. Уважение друг к другу. Любовь. Ну, на первом месте забота, конечно, да. И материальные какие-то ценности, вообще занятия. Ну, чтобы что-то не просто любовь была, а, к примеру, там, что-то мы вместе добивались, там, даже взять, например, там, покупку недвижимости какой-то, строительство дома. Это очень ценно. Поздравить молодожёна в торжественной обстановке пришли родители, близкие и друзья ребят. Счастья и любви семье пожелал и заместитель главы администрации по социальным вопросам Артур Фазлыев. Он тепло поздравил Михаила и Аделину и вручил им первый документ молодой семьи – свидетельство о заключении брака. От лица главы администрации нашего города, от себя лично, мы хотим вас поздравить. С этим знаменательным днём сегодня состоялась эта юридическая процедура, после которой законный муж и жена, законные супруги. Теперь ваша семья и честь общества зарегистрированы и надеюсь и уверен в том, что вы пронесёте теплоту, взаимную любовь и уважение через все жизненные невзгоды, через все жизненные радости, через свой продолжительный жизненный путь. С начала года в Нефтекамске зарегистрировано 340 браков. За этот же период 700 малышей появилось на свет. А это значит, что Нефтекамск растёт и развивается, с каждым годом укрепляется институт семьи. Впереди молодожёнов ждёт счастливое будущее. И основой их семейного счастья станут любовь, верность и преданность друг другу. Ксения Белалова, Александр Печерских, Юрий Соболев. Информационная программа «Ежедневник».